Последняя минута матча между командованием Торпедо Москва и ЦСКА Москва. 1-0, впереди Московская Торпедо. Егор Бабурин вводит мяч в игру. Не вводит. Желтая карточка. Ну, Бабурин, в принципе-то, давно уже на желтую карточку время натянул. Но когда остается играть, наверное, менее минут, абсолютно оправданное решение Егора Бабурина. Перевод мяча. Но мяч улетает в аут. Сколько времени осталось, знает только главный орбитер. Акинхеев на половину поля Московского Торпедо. Но здесь черно-белые зацепляются за мяч. Теряют его. Бабурин должен быть первым. Да, Бабурин первый. Но, наверное, время свистеть. Павел Шадыханов. Арбитры любят, когда мяч над полем. И они дают свисток об окончании игры. Но здесь этого пока нет. А это еще не конец игры. 1-0. Торпеда Москва обыгрывает ЦСКА Москва. Сколько же осталось играть? 100. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Московская торпеда одерживает первую победу после возвращения в российскую премьер-лигу. Историческое событие для черно-белых соратников. Итак, матч на решетку. За счетом 1-0 победа вежливого команда Торпеда. Лучший игроком матча по поводу зрителей. И теперь кто в телеканала матч «Премьер» признан. И у Смольников команды Торпеда номер против 8-й. Дорогие боязычки, великие спины. Благодарим вас за поддержку нашим игроком команды. И будут идти впереди ждать новую встречу с вами на следующем домашнем матче в «Мужниках». Он состоится в воскресенье 9-го октября в 16.30. В нашем сопернике господин «Клуб Париж Нижний Новгород». Вся информация о данной программе будет доступна на официальном сайте и социальных сетях нашего клуба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова